Елизавета Апрелкова пришла в профессию доярки два года назад. Она самая младшая из участников конкурса. Пробует свои знания и навыки в таком мероприятии впервые. Говорит, что в сферу сельского хозяйства идут работать те люди, которые действительно это любят. Как раз для таких специалистов и проводят соревнования. Очень волнительно, конечно. Ну, стоило попробовать этого. Ну, интересно. Людей много, люди опытные. Мне, конечно, очень тяжело с такими работать людьми. Ну, не работать, а соревноваться получается. Молодежи, наверное, надо сюда идти, потому что я сама как молодой специалист могу сказать, что это очень интересно, очень увлекательно. Соревнования провели на базе организации «Сибирская Нива» в деревне Ревякино. На практике дояры показали судьям технологию доения, разборку и сборку специального аппарата на время. А техники-ассеминаторы продемонстрировали подготовку коров к искусственному осеменению. Хотя в Иркутском районе уже есть роботизированная ферма и постепенно в организациях внедряют новые технологии, все-таки остается важной роль человека в сельском хозяйстве. У нас две карусели на территории района. Есть это доильный зал «Карусель». Ну и кроме этого у нас есть еще и линейные молокопроводы. Вот для того, чтобы поставить всех участников в равные условия, мы проводим конкурс на обычных аппаратах. Всего в соревнованиях приняли участие 10 человек из разных организаций. Они не только обменялись опытом, но улучшили личные навыки. Конкурс проводят традиционно один раз в два года при поддержке администрации Иркутского района. Соревнования, которые сегодня проводятся, естественно, они помогают развитию животноводства и открывают новых людей и молодых людей, которые будут заниматься этим в дальнейшем. Победителем среди операторов машинного доения стала доярка из молочной реки Валентина Сазончик. А лучший среди техников-ассеминаторов Анастасия Салеева. Уже 28 июля победитель и призеры этого направления представит Иркутский район на областном конкурсе. Он состоится на базе компании «Новоимское». Дарья Андреева, Константин Синицын. Новости сейчас.